Наша поездка в Каспаттен начинается. Не боюсь потолстеть. Блогеры вываливаются. В 18 часов на автобусе, куда вы нас везете? Такой непростой подъем. А их можно пускать на всредину? Провести рум-тур. Это лифт, то ты гонишь. Нам борща, пожалуйста. Провить друг друга своими носками. Ребята, это центральный вокзал железнодорожный Киева. И Сережа меня снимает на свою камеру, сам молчит. А вот мы подходим к переходу, который ведет центральный терминал железнодорожного вокзала Киева. В общем, Леша уже все сказал за меня. Мы подходим действительно к железнодорожному вокзалу. Офигеть! Наша поездка в Каспаттен начинается. Скоро уже будет посадка в поезд. Скоро-скоро уже мы. У нас фирменный поезд Буковына. И в Чернексе посадка начинается. Мы будем ехать в купе, как белые люди. Ох, и длинные же эти вагоны и поезда. Она же просто не подпортила. Нужна пройтись. Вот уже третий вагон близится. Здесь мы попали в купешечку. Классическое купе без всяких наворотов, без ничего. Но вроде бы здесь тепло. Это главное. Все-таки на ночь уехать. Просто спать, да и все. Мы тут уже обживаемся. Здравствуйте. Иван, здрасте. Едем, едем. Мы уже поехали. Да, я ем вапельку. Она очень вкусная. После 10 вечера. После 10 вечера я ем вапельку. Не боюсь потолстеть. Мы только что проехали Винницу. Осталось всего ничего. Все, мы прибываем на вокзал Черновцов. Потому что вот мы и прибыли в Черновцы. Честно сказать, поезд было жутко жарко всю ночь. То есть это было просто невыносимо для меня. Человека, который любит свежесть, любит открытые окна. В общем, очень жарко было. Лезут, лезут. Блогеры вываливаются. Начало! Себата! Вот он, наш автобус. На нем еще 2 часа предстоит ехать до нашего села. А вот он я. Сейчас к нам подтянутся еще люди. Еще 3-4 человека. Вот такой вот в Черновцах красивый вокзал. Я помню, когда я здесь был. Первый раз. Мне очень понравился. Ну, он такой, видите, в старом стиле. Красивый. Утренняя Черновицкая пробка. Вот к нам присоединился Максим из славного города Сечислав. Максим Сечиславец из города Сечислав. Который ехал сюда. С патриотичным шарфиком Украина. Слава Украине, шарфик. Ехал сюда. Ты хочешь сказать? В 17 часов на автобусе по украинским дорогам. Жесть, жесть. Мы ехали на поезде. Но я тебе хочу сказать, что... Не, на поезде было круто, но очень жарко. Как-то в Петсках жарко. Тебе, наверное, было холодно, да? Мне было то холодно, то жарко. Потому что, когда ехали, было очень жарко. А когда минут по 50 стояли на разных автовокзалах, типа Умани, с выключенной печкой, открытыми дверьми. Там, минус 15, дверь открытая, 50 минут. Очень хорошо сюда добрался. Я очень люблю мир. Мне осталось еще 2 часа. Еще 2 часа пойти по украине. Дамы и господа, мы уже на полпути до нашего конец. Нифига себе на полпути, я уже 19 часов. Час остался, час остался. Потом уже видим заснеженные горы там вдали. Это какой-то поселок. Нас везут в пропасть. Все, пропасть это тоже горы. У нас так конкретно размалило. Тут, конечно, не так холодно, как в Киеве. Потеплее. Можно даже без шапки ходить, если ненадолго. Это какая-то местная автостанция. Вот тут куча автобусиков до каких-то выжданных. Итак, дамы и господа, мы решили проверить, что продается в магазине, в котором написано в Севере 3 гривень. Я говорю о том, что это гнилой развод, потому что от 3 гривен может стоить все, что угодно. За 100 гривен, за 200, за 300. Так, в общем, мы выяснили. Там есть 3 варианта расценок. 3 гривени, 5 гривень, 8 гривень. И 15. И 12 кому было? А, значит, 3 варианта расценок. 4? Всего 3 варианта расценок. Я так понимаю, ты не на математическом, похоже, учился и не в мат-классе. Вот. Но не худший вариант. Я думал, там могли продаться и по 100 гривен. Но нет, максимум 15 гривен. Ну, фотоаппараты продают. С до 15 гривен. Ну, было бы как-то более понятно. Вит 3 до 15, знаете, книжка Машака. Да, вит 3 до 15. Или написали бы, есть 3 варианта цен. 3, 5, 8, 12 и 15. Речка Выжинка. Она такая большая достаточно. Иванофункиевская область. Знаете? Куда Вы нас везете? Что ж, мы уже почти прибыли. Тут небольшая остановочка в городочке. В магазинчике люди закупились. Вот мы чай взяли и вино, и даже воду. Там же есть вода из крана течет вкусная. На всякий случай. Каждый закупил себе то, что он посчитал необходимым. Да, мои господа, вот мы приехали на хутор Тихий. Разгружаемся, наш автобусик. И перемещаем наши рюкзаки, вещи. Вот на вот этого извозчика. А дальше к пешочкам. 800 метров подъема. Под углом 12 градусов. Вот и посчитай, насколько подъем. Девушки едут на машине. Они ножками ходить не любят. Ух ты, какая красота. Красотенюшка. Мы все еще поднимаемся наверх. Вон некоторые ребята вообще отстали. Некоторые ползут. Такой непростой подъем, хочу сказать. Вот здесь даже такая каплычка красивая. Ухоженная абсолютно, как новенькая. Ну а мы тем временем продолжаем подниматься к хутору. И осталось буквально совсем чуть-чуть. А вот и мы. У меня даже уже начинают борода покрываться снегом. Класс, снега очень много. И не холодно. Особенно, когда поднимаешься пешком под горку. Я бы даже сказал, что жарко. Здесь по этой дороге на санках. Прикольно, наверное, съезжать. Правда, на одном из поворотов можно вылететь куда-то вниз. Так, это что за блокпост? Вот мы, в принципе, поднялись. Высота 800 метров над уровнем моря, нам сказали. Двери доброжелательно распахнуты перед нами. Самый популярный, наверное, вид транспорта в этой местности. Вот и мы. Так, мы только что на ресепшене зачекинились. Сейчас нам поведут наши домики, а тут приходят, смотри, какие саночки. Прям привет из прошлого. В детстве всех, наверное, были такие вот саночки. Наши вещи привезли. И вот там вдали видны домики. Вот в таких домиках мы будем жить. Здесь есть качельки. В общем, очень даже мило все выглядит на данный момент. Снега очень много есть. Куда понырять в сугробы после бани или до бани. В общем, как угодно. Красота. Котичек. Привет. А их можно пускать всередину? Заходь. Ну, не хочешь, не треба. Так, дамы и господа, мы поселились в наш домик. Ну, точнее, мы только-только зашли. Я сейчас хочу показать вам, провести рум-тур. Заходим мы, значит, тут такой вот котик нас встречает на верандочке. Тут такой предбанник, где можно бросить свою обувь. Мы уже сюда снега наносили. Есть лавочка, чтобы спокойненько сесть и взуться. Даже лопаточка есть. И есть доска для белья гладить. Тут сразу же фигачит, очень-очень хорошо греет батарея этот, конвертер. И щетка. Вешалки для куточек и всего остального. И так, заходим. Сразу же здесь у нас... Я. Максим уже возлегает на диване. И ковры, ковры. Прекрасные ковры. Это лифт, то ты гонишь. Это шкаф какой-то. Это шкаф. Здесь есть два красивых пледа разноцветных. Пледа. Подушки, вешалки, все как надо. Смотрите, какой красивый потолок. Украшен орнаментами такими разноцветными тоже. Это все всего лишь фойе. Первый этаж. Диван, кресло, столик с пультиками. Тут меню. Мы сейчас будем звонить, заказывать еду в ресторанчик. Здесь батарея тоже греет. Можно все это выключать, регулировать, естественно. Вышитые такие картины. Маленький телевизор. Маленький, но плоский, с тюнером. Еще одна батарея греет. Тоже очень сильно. Здесь у нас такое зеркало. И, я так понимаю, здесь туалет. Да, здесь туалет. Умывальник. Куча бутылочек со всякими бадилосионами. Кондиционерами. Гели для душа. Мыло. Есть вот такой вот девайс, которым можно заметать. Совочек и метла. Тут даже розетка есть. В ванной. Комплекты полотенцев. Можно окошко открывать, если слишком жарко. Унитаз. Собственно, душевая кабинка. С бойлером. Поэтому горячая вода здесь круглосуточно работает. Вот даже есть набор для мытья обуви. Тепло. Везде очень тепло. Я думаю, что нам придется немножко гасить эти батареи. Потому что в такой жаре жить невозможно. Часы. На часах уже, видите, час дня. Мы еще не обедали. Здесь шкафчик кухонный. С тарелочками. С рюмочками. С бокалами. С чашечками. Умывальник. Раковина, точнее, вода. Кстати, здесь течет из крана вода. Прямо, можно сказать, какая. Пресная. Это из гор. Вода талая, артезианская. Смотри, тут даже фонарик есть. Я брал с собой фонарик. На всякий случай. А тут, смотри, какой полный фонарик. Да, светит он не очень. Но закос под полицейский фонарик. У нас есть холодильник. Мы можем сюда складировать свое недоеденное. Штопор есть. Есть открывачки, ножи, ложки. В общем, все есть. Тут, наверное, только Каспрюль не хватает для готовки. А в принципе, готовить-то тут и не на чем. Нет плиты. Здесь есть только умывальник. Стол, где можно принимать, собственно, пищу. Вообще, в одном таком домике может собираться вся наша компания и спокойно тусить в одном месте. Это классно. Конечно, не в нашем. Мы в свой дом пускать. Никогда не в нашем. Я всю водку подаванил к себе. Вот пришел третий небожитель. Он будет жить здесь, на первом этаже, вот на этом диване спать. Здесь еще есть так называемый УФО, не знаю, обогреватель. А здесь выход на балкон. Тут тоже есть для сушки белья такая приспособленная штучка. Целая веранда, засыпанная снегом. На которой есть столик и три стула. Вот есть телефон, с которого мы можем звонить, собственно, на рецепшен или на кухню и сказать нам борща, пожалуйста. Кстати, температура в доме сколько? 18. Что-то не похоже. Мне кажется, все 30. Очень, очень тепло. Да, да, да. Поднимаемся на второй этаж. Да, да, у нас здесь есть второй этаж с такой деревянной лестницей. Отсюда открывается прекрасный вид на весь комплекс. Тут такая горка, можно так сказать, но она достаточно пологая. На ней кататься можно разве что деткам. А здесь вход в эту комнату с вышиванками, стульчик, две кровати. Вот эту кроватку я для себя уже забил. Буду здесь спать. Они будут кровить друг друга своими носками. Здесь тоже потолок такой разукрашенный, красивый. И окно. Окно тоже можно, кстати, открывать для проветривания комнаты. О, капитан очевидно. Есть спутниковая антенна даже. Смотреть разные румынские каналы наверняка, потому что мы от границы Румынии, ну, совсем близко. Сколько там? Километров 5 или 10, не знаю. Ну, как-то совсем близко мы с Румынией сейчас находимся. Домик 03 у нас из окна виден. И это громад воды на крышах, чтобы молния... Ой, а вот и котик, который у нас под дверьми сидел. Ой, а может и не он, потому что их здесь два и одинаковых практически. Хорошие. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И в сугроб нырнул. Там очень глубоко. Смотрите, как бедный котик. Так, закрываем, экономим тепло. Так, а сейчас мы пойдем определяться в нашем меню, выбирать себе еду. И пока мы здесь будем располагаться, они нам приготовят чего-нибудь вкусненького. Ну что, ты уже выбрал? Да. И что же? Беру курицу грудинку в хрустке с флоринцей, с помидором и с сыром. Ответ. Вот. Ух ты. Может, стык взять нахрен. И овочевую раху, напевно. А не забагато для тебя? Чи ты настолько зголоднен? 400 грамм, чувак. Я последний раз съел, вчера завтракал. Ну и тогда это понятно. Я записан, когда это будет четко. И дитя связь. То, что это. Идем они. Идем они. Субтитры создавал DimaTorzok